Новый отель в Турции Лио. Life is unique. Сейчас мы с вами пройдем в лобби, я вам покажу как он устроено и кое-что расскажу. Отель был открыт в 2021 году в середине туристического сезона. Это видео снимаю в мае 2022 года. На входе в лобби у вас слева встретит стойка ресепшн, есть здесь русскоговорящий персонал, проблем в общении у вас не будет. Также на этой стойке вы узнаете информацию о вашем выезде. За сутки до выезда после 19 часов подходите, вам ее покажут. На руки вам ее не дадут, так что возьмите телефон или куда сможете записать эту информацию. Здесь же также расположен в лобби круглосуточный лобби-бар. На этом баре самое большое количество напитков, которые представлены в меню отеля Лио. Под видео в описании будет ссылка на меню с алкогольными напитками. Должен сказать, что по сравнению с 2021 годом, в 2022 году меню сократилось на 22 наименования. Вот некоторые из которых я как раз хотел здесь попробовать. Также на этом баре вам дадут выбор пива, потому что в остальных барах пиво только одно разливное. Эфес, здесь был Бэкс, Миллер и раз мне бабойники даже досталось. Дальше за баром здесь расположена кофейная со вкусняшками. Можно попить кофе и чай. При вас его сам готовят. Это не кофемашина, то есть это более-менее так интересно. Здесь мы зависали часто, каждый день. Но видите, не только нам нравилось это место. Здесь большой выбор конфет, шоколад, да, есть пирожные. Я вот дяденька как-то не сильно это делал, но здесь с удовольствием я сам все это дело пробовал. Две-три конфетки, которые брались с собой, очень даже были к месту, когда мы по утрам пили кофе на балконе у себя в номере. Вот эти вот чайно-кофейные церемонии тут каждый вечер у нас происходили. Сам лобби небольшой у отеля, он вот внутри этого здания, похоже на такой еще летающий космический корабль. Пуфики, столики, ну то есть место всегда найдется, чтобы у вас там посидеть, кофейку этого купить со вкусняшками, дринь тут там, чего-нибудь, подождать трансфер или там по приезду ждать, когда у вас номер ваш будет готов. Также здесь выход на террасу. Терраса большая и можно было бы что здесь устроить, но людей я здесь практически не видел. Днем здесь жарко, а вечером скучно. Единственное, что по утрам вот на правой стороне террасы, там за поворотом она находится в тени и по утрам люди любили там за столиками кофе. Также здесь в лобби будут находиться ваши отельные гиды. Немножко позже я вам покажу, где они располагаются. Различный антуражик. Здесь фоточки можете сделать для того, чтобы оставить память об отеле. Также здесь расположена стойка работы с гостями. Ну, с гвездами нам как бы необходимости не было общаться, поэтому ничего более полно рассказать не могу. И инфотабло с расположениями комнат по блокам. И также ресторан, спашка, выход на территорию отеля. Тут прописано. Ну и мы двигаемся в зону, где располагались отельные гиды. Здесь вот видно табличка Аннекса. Там вот наш Пегас, который нас привозил в этот отель. Здесь будет проходить у вас инфостреча. Различные туражи, как я говорил, тут соответствующие. И вот за этой дверью находится Нирвана. Для того, чтобы спуститься вниз вам на этаж R, это выход в ресторан, на территорию отеля и номера, можно спуститься на таком лифте. R – это ресторан, room. L – это лобби. Ну и единичка – это аликарты. И также из лобби можно спуститься вот на этот уровень R по вот такой деревянной лестнице. Ну, тут тоже люди любят фотки делать. Ну и, как говорится, дело-то житейское. В торце здания, вот за этими автоматическими дверями, находится туалетная комната.